коллеги добрый день ну что ж мы сейчас делаем завершающие интервью в рамках первой части нашей поездки экспедиции ритейл.ру и делаем мы уже из москвы юрий никитик основатель и генеральный директор торговой сети аникс к нам приехал уже в москву так как мы не успели встретиться его родном городе бийске спасибо большое юрий что смогли приехать почему бы не приехать да когда по пути да и мы находимся сейчас большом пространстве которые нам предоставы генеральный партнер нашей экспедиции фирмы 1с и здесь мы уже немножко поговорим про торговую сеть аникс корзинку чуть-чуть поспрашиваем про то как дела в бийске и не только и таким образом еще одну сеть запишем в тот списочек экспедиции ритейл.ру которую мы запустили и на самом деле мы уже таким можем коротенькие итоги подводить у нас получилось 14 тысяч километров проехать это 14 городов 33 дня ну и сегодня мы немножко добавляем для того чтобы контента было еще больше а ну что ж юрий начнем с вами о том чтобы буквально такой коротенький blitz что сейчас происходит именно с вашей сетью сколько магазинов в каких форматах работаете чекнуть буквально чуть-чуть по таким вводным которые очень важны для тех кто по какой-то причине возможно еще не знакомы с вашей сетью если мы говорим про компанию аникс год основания 93 магазин мой первый магазин самообслуживание открыли 98 году это как раз было вот в период когда доллар 6 рублей улетел куда-то 15 и люди пришли в магазин новый и там стали сразу очень много покупать хорошо это было или плохо но вот это было так сейчас 160 магазинов аникс есть магазины в формате франчайзинга их 110 если про аникс говорить порядка 115 116 тысяч покупателей каждый день чек но вот если мы про август говорим порядка 340 рублей в корзинке это под чуть поменьше этот 300 рублей чек и количество покупателей ну наверное порядка 35 38 тысяч корзинка расположена больше в сельской местности деревнях районных центров в городах ее мало ну вот если а география покрытия сейчас какая алтайский край республика алтай и порядка четырех наверно магазинов новосибирск новосибирск новосибирской области вот там новосибирсками сейчас продолжаете развиваться или нет я сказал скорее такое замороженное состояние сейчас а новые регионы целом смотрите нет нам пока мы там у себя разбирались порядок наводили плюс история с пандемией нет особенно не смотрели на другие регионы рассказали порядок наводили что в вашем случае предполагается под наведением порядка в вашей сети ну хозяйство большое география мы чем отличаемся у нас одни магазины на границе казахстаном другие магазины на границе с монголией радиус доставки там до 600 километров покупатели разные по своим покупательским предпочтениям и я думаю в этом смысле мы такая какой-то может быть ближе к федеральной сети чем к региональной потому что многие региональные сети ну не многие некоторые из них они все-таки больше локализованы в рамках одного города или там не очень так сказать далеко расположены магазины а у нас вот вот так поэтому наводить порядок это территория большая но и объектов достаточно много пандемия заставила порядок наводить она проявила это благо какие-то вещи до которых или не видно было или руки не доходили вот собственно заставила обратить внимание и наводить порядок вы сказали о том что вот франчайзинговая сеть в какой момент вы решили развивать именно франчайзинговую сеть корзинкой почему именно вот франчайзинг они продолжать своими силами это делать сейчас точно не скажу но может быть это 2008 или 2010 год был когда мы открыли первый магазин франчайзинговый и все следующие магазины мы открывали с нашими партнерами которые у нас покупали те или иные товары оптом мы как компания изначально были дистрибьюторами оптовой компании и когда у нас появились свои магазины мы собственно стали их сравнивать по выручке с магазинами наших партнеров которые у нас покупают товар оптом мы увидели что наши выручки лучше и больше и подумали что мы можем сделать чтобы наши оптовые покупатели продавали больше и вот из такой простой мысли размышления родилось может быть мы поделимся то как мы организуем розничные магазины это им поможет ну вот из этого собственно посылу и родилась франчайзинговая сеть корзинка при этом сейчас вы назвали 93 год создания аникса это уже почти 30 лет то есть в следующем году у вас юбилей некий да не скучно столько времени заниматься одним и тем же бизнесом вот розничная торговля такой бизнеса вообще не скучный во вторых у нас страна не скучная и поэтому год на год не похожий и сама компания своем развитии она сама на себя не похожи технологии в розничной торговли они развиваются и поведение потребителей очень сильно меняется начало двухтысячных там 2010 и сейчас то есть это все в такой очень подвижный заметные динамики находится что в этом смысле скучать точно не приходится вы основатель вы человек который вот ну скажем так драйвит многих людей на то чтобы вот в итоге работали эти магазины сколько коллег которые с самого начала с основания магазина продолжает с вами работать ну вот самого основания наверное нет людей которые работают по 15-20 даже больше лет в компании есть такие люди не кстати есть человек который так с первого магазина есть такие люди кто-то переезжает соседний город остаются отношения есть у нас хорошо это или плохо но есть такие сотрудники у которых это собственно первое и не единственное место работы поэтому самом деле покатившись по регионам я понимаю что вот именно история когда люди приходили там и фактически для них является там одном одним единственным местом работы довольно распространен на региональных сетях но наверное это как раз связано с тем что не все готовы там перемещаться так как это обычно происходит вот здесь если говорить о целом в целом ситуации в вашем регионе как вы можете обозначить вот все-таки 30-летний опыт работы в этом конкретном регионе понятно что на старте это был там пустой рынок вы его там спокойно осваивали как сейчас конкуренция ну очевидно что конкуренция есть другие магазины появились у нас большой собственный как бы региональный игрок мариара из барнаула и соседнего региона ярче федеральные сети пришли порядка но наверное 10-8 лет назад сначала магнит потом пятерочка лента открыла магазины все они представлены все есть но я не могу сказать что это настолько настолько критично что там это нам как-то мешает развиваться там быть самими собой развивать те направления которые мы считаем нужны а за последнее время сколько новых магазинов открыто по прошлому году такую статистику вели это было порядка 80 наверно магазинах открытых рядом с нашими магазинами ну в радиусе на какого-то там 200-300 200-300 метров у нас у самих темп открытия в прошлом году был порядка четырех магазинов в этом году может быть до конца года мы откроем 7 может быть 8 новых магазинов то есть условно то ситуация последних полугода последнего полугодия не остановила вас в задачах постройки и открытия новых магазинов нет дело в том что у у нас в связи с тем что вот пандемия 20 21 год она сыграла на руку туристическому такому спросу на алтай и есть такие территории места районные центры где ну просто там не знаю очереди стоят и люди как бы сказать то есть вы как раз отвечаете тому тренду что городское население пошло там условно и там или вообще столичное население пошло в регионы и вы соответственно вынуждены в какой-то мере брать на себя как бы роль цивилизованной розницы ну просто рождец цивилизованной просто розницы никаких магазинов нету то есть их но очевидно не хватает там много чего не хватает потому что люди приезжая знаю с москвы и питера больших городов региональных новосибирска омска томска на алтай ну реально алтай же не может сразу вырасти таким количеством объектов общепита сервис шеф-поварами какими-то там и так далее и дефицит ну и магазинами в том числе поэтому на отдельных участках и направлениях явно виден дефицит предложения мы стараемся его как бы ну во первых видеть во вторых закрывать второе о чем можно и нужно сказать алтайский край он аграрный наверное на 50 может быть даже больше так сказать по своему внутреннему продукту эта тема растет три года подряд цены на сельхозпродукцию спрос на сельхозпродукцию и соответственно и отрасли все те кто это отрасль поддерживает так или иначе косвенно поставщики какие-то контрагенты кто это снабжает обслуживает все это с деньгами все это тоже поддерживает скажем хороший уровень потребительского спроса если мы говорим про экспансию федеральных сетей которая все-таки как бы до вас докатилась ну вот сказали там 80 лет назад к этому времени вы уже достаточно такой сильный игрок работающий на этом рынке долго готовились каким-то образом и если год ну наверняка ну я понимаю что наверняка готовились да потому что будут приходить новые игроки пришлось что-то серьезным образом поменять ваш бизнес или целом то технология старой работы которая у вас была ранее сделана она соответствовала спокойно стратегии ну придут придут новые игроки и что ждет я могу сказать определенно что мы ничего не поменяли из-за того что открылся там магазин федеральной розницы вот он не был там причиной наших изменений но это не значит что их не было но причина наших изменений это скорее не потому что там федеральный игрок пришел потому что мы чего-то догадались что-то поняли чего-то так сказать сумели уже это кстати к чему-то созрели сами либо так подсмотрели у наших коллег из других региональных сетей с которыми дружим и стараемся поддерживать такие интенсивные контакты чтобы всегда знать понимать кто что-то успел кто в чем преуспел чтобы мочь это привести к себе и сделать адаптировать на своей территории возможно даже лучше чем то что мы ведь самые маленькие города в которых или места места в которых вы работаете то есть я вижу что у вас очень много сельской местности до в которых вы развиваетесь успешно работаете просто мне постоянно говорят о том что сельской местности эффективно работает то есть не хватает вот это покупательской способности и я сама как бы человек который видит это регулярно что там нет например нормальной прокачанной разницы ну да в селе вот скажите мне пожалуйста есть ли какая-то явная другая технология работы там вам по-другому приходится выстраивать не знаю взаимоотношения с персоналом там или там а церкви от сильно менять когда вы работаете на сельской рознице ну там селе и самый маленький какой у вас в этом плане будет населенный пункт по размеру по численности у меня ну это будет показательно последний магазин который мы открыли мы открыли в селе будет бочкаре если смотреть на статистику там 1450 человек населения но в селе бочкаре до расположен бочкаревский пивоваренный и это как бы и это все как сказать меняет лучшую сторону есть у меня примеры ну пусть я знаю там магазины расположены там в селах 750 человек до 1000 и имеют вполне себе там приличные для такого села обороты не знаю там магазин делает порядка там четырех четырех с половиной миллионов выручки в месяц при том что если магазин хороший лучше чем соседних каких-то селах туда могут начинают приезжать люди соседних сел и это там и этот момент это ты уже отметила тест тот магазин который там нельзя так говорить вот в этом селе живет тысяча человек и как бы там ничего не надо делать можно потому что если делаешь хорошо то есть те населенные пункты где может быть там 500 или может быть даже 400 350 человек живут они начинают сюда подтягиваться быть покупателями этого магазина как раз подтверждение ваших слов какой-то мере еще немножко расскажу про наш разговор с одной покупательницы вот как раз местечке фирсова да куда вы не подсказали посмотреть ваш магазин как раз получилось общение с местной покупательницы который на машине приехала из соседнего селения сказав что здесь поинтереснее выбор поэтому мы приехали сюда да у нас это я прям спросила вас есть в своем не таки да есть но здесь лучше выбор поэтому эти говоря отмечу что вы конечно меня порадовали замечательным запахом выпечки на входе в магазин которая в итоге сразу же меня повела в тот отдел где хлебопулочные изделия собственное производство вкладываетесь я вам историю расскажу как начиналось горячей выпечки давно это было у меня мама приносила хлеб вкусный я когда спрашивал где ты его взяла она горел в зеленой будке это давние аж не времена были что за зеленая будка это была будка где вот там хлебзавод какой-то там работал или там реализовывал мне было обидно что моя мама хлеб покупает не в магазинах они в зеленой будке не вот с этого места началась мысль как так сделать в магазинах вкусный хлеб ну и вот мы так потихоньку и стали развивать выпечку в каждом магазине на полном цикле то есть вот это вот не замороженная история централизованная она вот каждом магазине отдельная там есть свои плюсы свои минусы но каждому каждом и в корзинках корзинках него вся хаваник саху каждому вот и это нас собственно игре очень сильно выручает потому что во первых ну там есть хлеб там есть сладкая выпечка там есть сытная выпечка кондитерку мы правда в каждом магазине не можем делать вот кондитерку на централизованно стали делать развозить но этому проекту всего лишь два-три года два вот он у нас так пока встает на крыло а вот выпечка в каждом и на нас выручает в том что ну хлеб это во первых то зачем идут каждый день во вторых он отличительно вкусный свежий вот в третьих там собственно удается очень хорошую иметь наценку и зарабатывать сложность пекарей найти с персоналами до 600 пекарей территориально распределенных очень непростая история очень непростая и в нее если у тебя бизнес-подход ты в ней ну никогда не пойдешь с бизнес-подходом это только ударенный как бы сказать какой-то идеи ты можешь туда забрести потом уже не выбрести остаться там ну вот мы таким путем пошли и ну это себя хорошо показывает например в этом году прирост по выпечке примерно там под 40 процентов прошлому году но это в том числе потому что инфляция полочной цены все-таки по хлебу хлебобулочным изделиям повыше чем 20 процентов и все-таки если к прошлому году и позапрошлым мы сравниваемся там пандемия она как бы сказать давила на то что люди ну не каждый день не каждый день ходили в магазин меньше покупали но вот ваш коллеги вот нужно высказали 600 человек да ну тут огромная команда 600 пекарей пекарей только вообще сколько человек но если мы говорим про именно розничные вот это так наше подразделение там 2000 человек но вот это мы имеем виду магазины внутри или в тут в том числе там 600 пекарей плюс вас еще дистрибьюции на которой тоже как опера есть есть дистрибьюция есть другие направления деятельности всего если так всего на круг если все предприятия взять у нас более 4000 человек работ ну вот если вернемся к вот этим 600 пекарей вы их как-то знаю прокачивать или скажем так если человек технологии да он все время работает только по этой технологии как новинки появляются ну как то вот это есть такие задачи или вот очень так стабильно потому что не просит сильно обновления у нас есть технологии которые в офисе которые закреплены вот таким территориальным образом каким-то кустовым образом за территориями вот они собственно говоря занимаются тем что вводят и выводят те или иные виды продукта на те или иные магазины то есть у нас но так как территории очень разные с очень разным как бы спросом очень разный ассортимент он такой подстраивается под каждый магазин достаточной степени уникальный для каждого вот вы сказали казахстан монголия ты сам здесь приходится уже другую продукцию до предлагать горноалтайский любит больше с мясом например в биске нет такого есть магазины которые могут предложить какой-то рецепт и мы его согласовываем и там появляется хлеб например сорокинский по названию населён населенного пункта и это там даже на фасаде магазина будет написано и что этот рецепт здесь как бы изобретенный здесь его пекут вот так но это как здорово кстати вот вы выйдете вы сейчас первые кто мне сказал за все время что прямо специальный рецепт по местности названы и это не один пример такой да он и самый такой ну как бы сказать яркий но не единственный мы говорим о том что если там есть спрос если есть какой-то хороший там способ это готовить мы готовы выслушать этого пекаря и готовы какой-то написать эту технологическую карту и собственно говоря оставить это в этом магазине будут делать так может быть поделиться с другими если кто-то тоже это возьмет на вооружение вернемся буквально ненадолго к теме опять же мы самих магазинов у вас преимущество вы развиваетесь на своих площадях вот могли бы этот момент подсветить и сколько за это время но ты знает за последние там два-три года реально пришлось закрыть магазины какие причины мы закрывали магазины у нас количество магазинов доходило до ста восьмидесяти шести а потом опускалась до 150 например пяти мы закрывали порядка наверно 20-25 магазинов ну потому что были ошибки связанные с выбором места и так далее но за последнее время мы не закрываем магазины то есть они вот которые сейчас есть они достаточно стабильно хорошо работают мы видим каждый магазин отдельно там операционной прибыли по чистой прибыли и сейчас какой-то нужды закрывать магазин нет есть внутри розничной сети отдельная команда из трех человек которые если что-то в магазине идет не так специальным образом с ним занимается адресно не сказать что это какой-то антикризисный штаб но по сути своей работа наверно так который индивидуально донастраивает вытягивает а если говорить про пространство которую про аренду там все-таки сколько объектов порядка 40 процентов это собственные площади 60 процентов арендованы соотношение такое вы развиваетесь на собственные средства мы развиваемся на собственные средства это прививка вот этого периода или это прививка это прививка четырнадцатый год когда кредиты которые стоили 8 стали стоить 16 пятнадцатом году когда твои залоговые активы оценили пополам и либо там нужно было дать еще скажем обеспечение в два раза больше либо тебе говорили ну тогда мы выдадим тебе половину от того что там было написано в договоре ну так не все себя вели но это очень сильно повлияло на развитие дальнейших событий я вот опять же могу как некое резюме да действительно практически все с кем общаемся говорят про то что все-таки научились работать на собственном вот на собственных средствах выкладываться ну такой знаете уже ремарка и на самом деле вот так концентрация сейчас ритейла которого моей голове который за такой короткий период времени получилось посмотреть конечно это понимаешь насколько изменился ритейл с точки зрения вот опять же возвращаясь этом к тому же ассортименту мы уже немножко подсказали там кто-то любит пирожки с мясом кто-то любит там какой-то специальный ассортимент вот подбираете но если вообще в целом про ассортимент вот насколько сложно мы управлять ассортимент когда торговые точки есть в городах миллионика типа новосибирска да там ну понятно что там барнаул гурнал тайск там еще и сельские местности вот какие скиллы приходится прокачивать вашим менеджером доктор отвечают за ассортимент для того чтобы соответствовать в об этих во всех городах и как приходится там крутить матрицу как кстати сам самая широкая матрица по скаю я не скажу какая самая широкая в магазинах порядка пяти с половиной тысячи скаю вот но если брать отдельно взятый магазин то там будет ну наверно все-таки около четырех магазина у нас по площади торгового зала это 250 плюс но если вот средние до всю площадь разделить на количество магазинов вот так такие магазины у нас это устроено таким образом что директора магазинов имеет возможность общаться с советом управляющих есть такой у нас совет управляющих который каждую неделю в офисе приходит на планерку всех подразделений всех отделов и говорит о том какие проблемы какие недочеты они видят магазинах ну и в том числе там есть разговор про ассортимент и это является одним из оснований чтобы категорийный менеджер в отдельно взятом регионе обратил внимание пересмотрел ассортимент то есть вот через такого рода обратную связь ну понятно что все остальные инструменты никто не отменял оборачиваемость тех или иных позиций достижений тех или иных нормативов по товарообороту по марже это тоже все конечно смотрится но вот такая обратная связь она наверное все таки является той возможностью до когда ассортимент начинает меняться простые вещи мы реализуем магазинах это когда в магазине ну те люди которые стоят за прилавком ну либо кассир на кассе и такие диалоги мы запускаем и он просто разговаривать с покупателем а какой товар вы покупаете любите но покупаете не у нас и такие разговоры да такие разговоры приводит собственно говоря к тому что вот да вы покупаете не у нас вот это вот это вот это и мы тогда возвращаясь к хлебу который мама до зеленого мы будем этого сравнивать то есть ничего тут мудреного нету просто об этом надо говорить но говорить не так как обычно обычно или необычно разговаривает отдел маркетинга говорит вот вы купили это у нас как вам это нравится и вот этот разговор идет не туда надо не так что вы любите вы это любите активы это покупаете а почему не у нас тогда это приводит к нужен результат вот и все но и это на системной основе то есть это все не случайно и это дает ну хорошие понятные картинки образы приводит к изменению знаете вот вы сейчас проект проговорили вот то что идет коммуникация я вашем магазине заметила очень много разговоров разговоров не в смысле люди с людьми но это тоже видно но именно поверхности все-таки говорят с людьми там овощах фруктах я увидела я увидела в хлебе вас хлебный спас в этот момент как раз был то есть я увидела что магазин говорит от поверхностями это вот это всегда было или относительно недавно появилась тогда я должен рассказать еще одну историю я каждое лето гостил у бабушки в деревне новосибирской области и у меня было там задание ходить в магазин за хлебом а хлеб хлеб в магазине в сельском он привозился и привозился к четырем пол пятого и туда стекалась вся вот деревня или те по мере которые были на работе и располагались на скамейках на крыльце кто-то на велосипед опирался кто-то у забора стоял и ждали когда придет либо либо воска и разговоры разговаривали и вот этот разговор то есть магазин это не хлеб купить магазин это разговор а потом хлеб ну или хлеб купить и поговорить и вот этот образ сельского магазина это как жители одной деревни разговаривают про коров кто кого видел кто что убрал то что собрал и вот этот вот эта история она собственно говоря живет во мне и когда там мы говорим про магазин то вот это а поговорить это но начинает находить разные формы проявлений ну в коммуникациях в том числе разговоры или диалоги на кассе этому разговор где-то в другом месте знаете я радуюсь слышала ваши слова вот сейчас потому что как раз основную мысль практически для всех региональных ритейлеров с которыми у меня например были какие-то разговоры и я говорил почему вас стены не говорят он таки зачем и вот абсолютно не про всех конечно же но очень многим приходится подсказывать что полка должна говорить не только ценой и товаром но еще какими-то мессенджерами которые ну какими вот и чтобы они были своими вот это к вопросу вот это там определенный тональность там иногда него не надо брать это с каких-то клише а вот реально вот как здесь вот говорят и это очень важно действительно слышать здорово что вы это умеете это действительно даже по одному магазину я заметила замечательно но при этом мы уже упомянули да что туристический трафик у вас дроза здорово вырос ваш регион у вас приходится там переделывать в том числе и под такого взыскательного в каких то моментах уже но все-таки мы понимаем что по-другому немножко люди относятся до покупки или там на внимание не приходится ли вам еще специальные магазины такие очень туристического характера запускать для того чтобы обеспечить немножко другой может быть сервис или другой ассортимент приходится до устраивать ассортимент до потребности тех людей которые приезжают в этот момент в регион и двигаются по дорогам и туристические места конечно то есть мы хотим это услышать это увидеть и собственно говоря где-то там сигареты которые весь год были не нужны и становится становится очень сильно нужны начиная там с мая месяца потому что вот поехал турист начинает их спрашивать важно слушать важно чтобы то что произнесено в магазине точно доходило до офиса и вот собственно говоря то чем мы занимаемся вот но если там мы говорим про ассортимент это же ни в какой истории продаж ты не увидишь потому что его там просто нет этого товара если ты смотришь в историю продаж этого магазина и тут надо вот уметь поговорить послушать и быстро как бы эту информацию передать ну тем людям которые в офисе собственно говоря и должны заниматься до настройка ассортимент причем когда сезон кончается это становится не нужно это нужно будет тоже вовремя отследить чтобы не держать остатки у меня тут такое размышление было то есть почему нам повезло очень сильно первый раз нам повезло что мы живем вообще-то говоря не на экваторе где зимой и летом все одинаково у нас есть сезоны эти сезоны меняют поведение потребителей мы так этому привыкли мы думаем везде так нет не везде если вы в таиланд прийти там шортах ходят круглый год и в одних тех же сланцах если ты с русским поговоришь который живет в таиланде он тебе скажет мне тут осточертело потому что тут все время все одинаково а у нас не одинаково у нас есть вот эти сезоны это первое в чем нам повезло второе мы живем на алтае а на алтае вот эти туристы которые приезжают они все это выпукливают и делают таким видимым еще в большей степени и это все дает возможность это увидеть увидеть другую потребность другой спрос реагируй привозить ставь встречай человека этим товаром делая увидимым но опять же нужно реагировать когда это кончается ты должен это спокойно убирать чтобы это не застоялось на залежалась не попала в какой-то непродаваемый товар в этом смысле нам повезло и это дает возможность не застаиваться ну как бы сказать не зашориваться а все время как-то ну держать внимание и реагировать говоря про ассортимент и не можем не поговорить про поставщиков как выстраивается работа насколько все равно там ключевой момент регионах региональные поставщики федеральные поставщики вот как-то изменилось сейчас это соотношение у вас особенно после последних событий после последних событий я опять скажу ничего особенно не изменилось потом потому что тема мы же региональная розница региональный розничная сеть и мы можем и должны там стратегически делать ставку и выстраивать отношения с региональными производителями поставщиками не с федеральные потому что ну не будут у нас никогда такие же условия по федеральным поставщикам и контрактам как у федеральных сетей поэтому вот этот курс на то чтобы дать преимущество локальному региональному производителю она была давно заложен здесь она просто как бы продолжается и развивается вот в этом ключе то есть а есть примеры когда какой-то поставщик который там условно там совсем маленькие продажи был начинающий молодой там все что приходил к вам и сейчас вы знаете что это уже крупный игрок который в том числе уже выходит на федеральный уровень есть такие явных таких примеров я не приведу я могу сказать что нас не останавливает если тот или иной поставщик говорит вот я могу обеспечить только 25 ваших магазинов у нас есть такие примеры хорошо работа работаем может быть там пройдет время может быть он окрепнет может быть так сказать почувствует там силу и возможности новые и так стоит поставить более мощную там линию больше проект производительности но тогда будет следующий нас это не останавливает такие примеры есть некоторых поставщиков мы ждем то есть мы знаем что там молоко хорошее но у него завод контейнерный который может обрабатывать 5 тонн молока в сутки когда 2 поставишь вот сейчас тут площадку сейчас вот деньги мы ждем а помогает инвестируйте или просто ждете мы предлагаем бывает такое что мы помогаем вот но вот в этом конкретном случае да там через два года вот он запустил и теперь эта продукция наших магазин а это собственно торговая марка или нет мы не стремимся чтобы это было собственной торговой маркой но она является скажем так уникальной торговой маркой потому что если там кто-то будет анализировать рынок и увидит что вот в этом регионе в этой категории пользуются спросом усяцкое молоко и кто-то там из ленты придет к усяцк молоко и скажет давай мне он скажет не могу все забрано все забрано и такие случаи есть я разговаривал с такими производителями которые работают по другим видам продукции у них есть возможность поставлять например вот в ленту в том числе а какие-то нет хотя их продукт действительно входит в топ как бы продаж той или иной категории ты факт вы фактически являетесь таким стратегическим партнером этих поставщиков и они опираясь на вашу долгую историю продолжает с вами работать не меняя но при этом они не ставят каких-то условий все партнерская каких-то условий ну только тех что они должны обеспечить ритмично это каждый день или там по условиям поставок и необходимое качество я здесь знаете я все время вижу конфликт ритейлера поставщика спасибо нет вы просто трудно я не да вот как сказать мы же разговариваем мы же не против мы же вместе мы за то чтобы этого продавалось больше потому что мы верим в этот продукт он нам самим нравится и поэтому все что мы делаем она приводит к результатам которые взаимовыгодны и не знаю я не могу вспомнить что у нас там где где-то там был какой-то конфликт но вот если мы говорим о стратегическом длинном партнерстве с теми поставщиками которых мы сами выбираем и как бы хотим чтобы их продукция была представлена и развивалась на полк а если говорить про собственную торговую марку вы с ней работаете у вас есть такие проекты есть такие проекты не очень я лично доволен как мы с этим работаем собственной торговой маркой я бы так сказал мы это называем уникальные товары отличные товары отличительные товары эти отличительные товары могут быть фрукты овощи потому что сложно как бы сказать ну вот яблоко но она будет разные от разного поставщика разного калибра и так далее туда входит безусловно горячая выпечка туда очень много молочки у нас входит хотя она не является стм но она уникальна вы данном случае идете именно в уникальные товары который гарантированно уникальный он отличный от того что там есть на соседних полках но не отличный то в худшую сторону он отличный но он еще и удовлетворяет тем потребностям является наилучшим выбором то снова на упаковке там аникс не будет написать мы к этому не стремимся мы стремимся к тому чтобы уникального товара становилось больше даже отстройка таки да но как-то вот что это точно мы стоим и . а вы подсвечиваете что это только у вас нет но это не обязательно потому что сказать но он действительно только у нас но не выйти тут магазины конкуренты но если вот мы говорим про какие-то стратегические категории зачем кричать но это очевидно ну знаете иногда очевидные вещи кажется неочевидными на мысль но это опять же как вы знаете это одна из наблюдений к многих моих вот этих последних поездок когда собственно торговым а собственно производства да например я не могу найти сми реально приходится присматриваться к упаковке для того чтобы понять что это именно собственное производство торты например там какому-нибудь игрока да при этом я знаю что у него должно быть ну потому что вот как-то не выделено то есть надо прям постараться поискать ну надо подумать над этими словами но про очевидные вещи как-то там кричать слишком это была такая поездка давно ну не знаю давно лет 7 назад в трейдерс джо это вот были в америке и я заметил что там реклама ну то есть шоколад риттер спорт по моему стоит как-то вот ну действительно недорого но они его нету большого ценника они там не вешают какой-то там большой плакат я спросила почему вот я смотрю у вас цена лучше чем вот мы были сейчас в магазин конкуренты несколько наши покупатели достаточно умные чтобы мы такими дешевыми вещами там пользовались призывая их покупкам они знают а там принципе то но ниже насколько понимаю у них принципе вся стратегия на этом построен да да они даже так описывали своего покупателя что это студент или там бывший там выпускник какого-то учебного высшего учебного заведения который разбирается в продуктах и ездит на старом volvo это такая история на старом volvo зачем новую покупать этот нормальный нет мы так не описывали но сам пример интересный то есть у них такой образ он действительно ну то есть мне-то его не понять но я думаю на их как бы сказать в их культуре этот образ он дает очень живописную картинку очень понятную и как бы люди понимают для кого мы работаем вот это вот описание тех людей кто заезжает в магазин на самом деле ваши поездки это кстати говоря вот про историю про вдохновение про вдохновение чем вдохновляетесь я ну в компании когда вижу рост команд когда вижу что люди делают очевидные явные такие успехи шаги в своем развитии когда покупатели нас выделяют рассказывают какие-то интересные истории которые ты знаешь слышишь о том что их хорошем смысле поразило когда они были нашими клиентами что-то покупали наши магазины вот такие а если вдох если в целом по рынку посмотреть кем вдохновляетесь если в целом по рынку посмотреть ну нам нравится опыт вкус вилла мы пишем письма говорим хотим познакомиться мир приезжайте что хотите узнать мы пишем список вопросов они составляют программу жене щепиным знакомы дружим ну то есть вот их опыт интересный для нас вообще мы дружим региональными сетями и когда там мы смотрим на результаты друг друга в тех или иных категориях показателях говорим как это вот так можно приехать куда можно там мы поехали тогда мы едем к вам петровский в архангельске гулливер близко к нам лама бегемат я за то чтобы наши категорийные менеджеры во первых без каких-то преград очень просто общались у тебя есть вопрос ты можешь снять час трубку телефона позвонить ему коллеги да могу вот это вот самое важное что там нету преград с ней трубку условно позвонить и сказать слушай вот у меня там проблема ты как и решал если она у тебя была и это очень сильно помогает двигаться мы вот такие контакты очень сильно поддерживаем и у себя любим как бы принимать людей если кто-то нами интересуется сами ездим смотрим поэтому у всех можно научиться но вот вы сказали сейчас пример такой экскурсии тир экспедиции наверно в америку в каких еще если мы говорим про посещенные вами там сети там явно увидели что то что в итоге внедрили у себя есть такие вещи есть такие поездки которые в тебе живут потом очень долго это там ну мы много ездили начиная с не знаю там с 2003 года европа это германия прежде всего это голландия много разных сетей а живут они долго потому что ты там что-то видишь тебе это нравится но ты не понимаешь зачем это надо так и как это вообще так можно сделать ты потом до этого как доходишь добираешься потому что так приехать и копировать это не тема не так так обычно и не получалось никогда это всегда какой-то образ который тебе помогает потом впоследствии самым парадоксальным образом что-то допонять или что-то докрутить а таких вот приехали скопировали скорее так не бывает в нашем опыте по крайней но интересно например когда у тебя за одну поездку голландии германия ты начинаешь понимать что голландии это страна художников а германия страна инженеров потому что магазины здесь вот так сделано здесь вот так и те и другие успешные тебе такой больше нравится вот выбирай ну да опыт очень разно получается действительно еще интересно когда сейчас я прокатываясь опять же по городам я понимаю что вот этот магазин явно насмотрен 2020 году в эдаке германии потому что очень многие как раз есть она последняя выставка еврошоп явно ходили в этот магазин где конечно очень много вдохновения многие словили когда мы говорим про ритейл мы в том числе говорим конечно же про кадры то есть кадровый вопрос который мы уже обозначили что где же найти 600 человек только пекарей но ведь помимо этого еще немало требуется всех остальных специальностей да вот федеральный рынок в прошлом году там здорово лихорадил от условно отсутствие курьеров у нас очень сильно перетекали люди из одной профессии в другую вот насколько у вас сложно сейчас закрывается вакансии в регионах особенно учитывая такой раз территориальной распределенность как ищите кадры как их воспитываете чуть-чуть поделитесь поговорим об этом если мы говорим про пандемию то там скорее была такая история когда предприятие останавливались или начинали останавливаться и в этом смысле розница была причислена к числу тех предприятий которые останавливаться запрещено которые должны работать но соблюдая меры вот так сказать безопасности торговли и так далее и в этот момент мы наоборот увидели что люди держатся за места в рознице и какой-то там текучки наоборот было меньше или не больше вот когда там мы говорим про 21 текущий год у нас есть лето когда приезжают туристы и требуется рабочие руки и головы их обслуживать у нас вот такая миграция начинается туристические базы объекты объекты здесь ничего не сделаешь приходится просто напросто привозить персонал из других мест вообще невозможно повлиять мы в таких магазинах где вот это влияние наибольшее мы там например в этом году на туристический сезон изменили оплату труда но тем не менее это полностью не исключает того что люди уходит уходит на сезон сезон заканчивается они возвращаются в республике алтай там еще своя ситуация есть там идут собирают дикоросы и любают корень какой-нибудь и так далее там он еще даже за рамками туристического сезона продолжается но они возвращаются и мы закрываем тогда вакансии магазин просто путем что персонал мы привозим людей они живут на съемных то есть методов до квартирах и работают но вообще тема персонала конечно она очень такая сложная потому что ну розница она прежде всего это люди много людей такой людьми насыщенный бизнес мы стараемся создавать условия в магазинах что люди могут влиять например на свой рабочий график что они согласовывают с директором свой график выхода и если можно кого-то подвинуть и кому-то там согласовать другое время выхода работы мы это делаем стараемся делать за последние два года очень много внимания обращали на условия труда на облегчение условий труда где-то на более больше чем на 60 процентов мы сократили трудоемкость процессов например в магазинах ну прежде всего мы занимались теми процессами которые связаны с обработкой документов как это обязательно документация на приемке товара или там кассовая книга с этим работали какие-то операции просто исключали ну дальше стали работать с операциям которые связаны например с выкладкой товаров с инвентаризацией ценников чекопечатающее устройство которое не надо там распечатывать за столом где-то в кабинете директора чек можно распечатать с мобильного принтера какие-то такие вещи мы стали решать в магазинах и это все влияет на трудоемкость процессов на условия труда повышали заработную плату то есть и весь персонал об этом знал есть процесс которые регулируются и могут быть изменены из офиса но есть большая часть процессов которые протекают в магазине и на которые имеют прямое влияние персонал директор магазина и люди знали эту игру эту историю что то насколько мы сократим трудоемкость процессов это найдет отражение в их увеличенной заработной плате за час то есть мы не сокращали персонал мы сокращали трудоемкость процессов увеличивая ставку за час и вот эта история она продолжается на бесконечное любой труд он стремится к простоте и как бы ни были они сегодня налажены эти процессы они будут дальше оптимизироваться и приводится к новому какую стандарту за какое время не могут и должен быть выполнен а вот эти магазины без продавцов как вы прокомментируете видите ли вы для себя вашем регионе потенциал появления таких магазинов где буквально там 12 человек работает на пространстве а в основной массе работы занимаются сами же покупатели установка к самообслуживание один из таких элементов он там приходит входит в жизнь наших магазинов даже вот например сельские магазины которые мы последние открыли там есть к сам самообслуживание и на нашем так сказать наше удивление очень значительная часть покупателей жителей села она обучалась как можно самому рассчитаться на кассе и с удовольствием сколько с процента проходит вот в последнем магазине я не скажу это незначительная часть в каких-то магазинах 10 там может быть до 15 процентов проходит через кассу самообслуживание и это как правило не очень большие покупки как элементы да невозможно так чтобы сказать что вообще магазин был безлюдный ну скорее нет чем-то но элемент или вращаясь про проговорить до элементы мы внедряем конечно элементом внедряю а все это на самом деле опять же возвращаясь тому что очень много у вас сельских магазинов то есть у вас это место сбора людей то есть они реально там поговорить и прочее то есть там это тусовочное место или все-таки в первую очередь это магазин в первую очередь это магазин там будешь но события создаете поговорить вообще в культуре я не знаю вот если мы там возьмем какие-то западные страны там кафе или там бар какой-то пивной где люди там собираются за кружкой пива что-то обсуждает у нас такой традиции нет в россии но по крайней мере там в той части россии где я живу и вот для меня все-таки традиции нашей является вот это вот посещение магазина где люди могут пообщаться поделиться какими-то новостями чем-то обменяться и собственно само общение для определенной части людей это дефицит большой особенно последняя особенно это проявилась как раз пандемию когда взять руку поняли что оказывается может быть недостаток вообще просто взять и отрезать от людей да вот поэтому то что я вижу люди разговаривают и с удовольствием разговаривают а некоторые просто даже идут но люди более старшего возраста где-то одинокие они идут я знаю примеры когда люди меняли магазин когда какой-то продавец которым они привыкли общаться людочка какая-нибудь или маша переходила в другое она шла за своим продавцом ну если это конечно не какие-то огромные расстояния до меня ли даже магазин для некоторых это очень важно с точки зрения сейчас обозначили что там бары все-таки до пандемии да уже очень активно стали во многих магазинах интегрировать возможности перекусить именно на месте то есть мы не говорим сейчас про готовую еду мы говорим именно под здесь сейчас перекусить вы в эту историю пошли или и вот сейчас вот новые магазины они у вас делаются с возможностью там остановиться здесь сейчас ваш вкусную булочку там кофе выпить здесь есть здесь делаем ну вот как раз если мы говорим про последние магазины там есть и кофемашина есть и определенный ассортимент в горячей выпечке витрина собственного производства где можно взять такие такую продукцию которую можно могут собственно кушать прямо здесь и столики там стоят два столика это за каждым столиком по паре и тройки стульев мы такой формат реализуем мы понимаем что для некоторых людей это действительно удобно востребовано я не могу сказать что вот это такой мейнстрим какой-то такой вот прям такой но для некоторых эта тема да есть такая возможность весело уже противоположную историю когда делали после чего приходилось сворачивать полностью эту точку прям там хорошая по форме на пространство было удобно из-за того что условно приходили не те кого вы ждали с например там просто толкались и как обычно это там подросткам относится да то есть скажем не тех кого треб вы ожидали что будут пользоваться данным такие примеры были такие примеры есть ну тогда ты просто либо пытаешься это отрегулировать так как ты хочешь либо до приходится это убирать и закрывать может это не то что нужно тебе не то что нужно другим покупать это мешает до возвращаясь немножко к теме персонала у нас так гуляет наше интервью но тем интереснее это получается один из последних материалов который вышел в вашем местном журнале роли тесного сотрудничества как с поставщиками местной власти так и внутри компании в частности о том что вы проводите совещание с командой по специальной схеме можете поделиться с вашим ноу-хау и где вы это посмотрели поделитесь расскажите мне нужно сейчас понять про какой публикацию вы имеете ввиду но вообще компания но достаточно много работаете с практиками управленческими которые не очевидны для многих то такие два простых утверждения простых как утверждение но может быть не таких простых как сделать первое это каждый сотрудник компании есть часть команды к чему это приводит если у иванова там петрова или сидорова четко получается ну тогда ты можешь спросить в том числе и у членов его команды слушайте ребята вот у него не получается вы-то это видите в это обращайте на это внимание вы-то чем-то можете человеку помочь есть определенные практики работы команды в которых но которые мы распространяем в которых собственно другие сотрудники этого отдела подразделения могут собственно говоря оказать помощь коллеги если тот с чем-то не справляется второе утверждение что все мы лидеры это означает что у каждого может должна быть возможность иметь голос на темы связанные с работой иметь возможность предпринимать маленькие или большие инициативы их реализовывать доводить до результата и вот если так совсем по простому то вот на этих двух скажем утверждениях мы строим командную работу планирование контроль выполнения задач достижения результатов в регулярной деятельности такой какой-то еженедельной или там когда мы подводим итоги например раз в месяц оглядываемся на результаты все и строится вот на это если там уже там чуть глубже в практику идти то важно услышать какой у тебя есть вопрос какие факты ты видишь через этот вопрос члены команды могут твоей откликнуться на это что то что они тоже наблюдают и человек через ну вот определенную процедуру может принять решение то есть никто не командует и лучше ему делать он сам выбирает что ему предпринять и он несет ответственность за то что он это сделает а а шанс на ошибку сколько вы их даете такой тонкий вопрос то есть нужно давать ошибиться если давать ошибиться то сколько раз или в каком масштабе ошибиться это каждый раз очень индивидуально очень индивидуально ну если там пожар не полыхает ну наверно надо давать ошибиться если там все очень тревожно наверное нужно уже так сказать вмешиваться и уже там все по-другому вы состоите в альянсе хороший выбор и в целом как бы в союзе независимых сетей то есть вы принципе уже упоминали при разга про разговоры то что вы взаимодействуете да ты стараетесь быть в сообществе при этом постоянно я общаюсь ну скажем так пара с разными коллегами и соответственно там когда появляется очередной союз сколько интересно он существует да особенно в свете того что сейчас тут очередная история упоминались восточный союз сейчас да вот может ли рассказать с практической точки зрения что он дает членство вот в частности там хорошем выборе там других союзах почему вы там находитесь я понимаю что одна задача нетворкинг обмен опыта но что еще такого критически важного а вы получаете альянса региональных ритейлеров он для нас ведет такие контракты в большей части это федеральные какие-то производитель федеральные поставщики и это примерно 17 или 18 процентов нашего товарооборота то есть вот эти контракты которые он ведет вот имеет такое такую долю внутри нашего товарооборота и собственно их задача иметь лучшие условия чем условия кого бы кого бы то ни было из участников либо они должны быть как улучшил лучшие условия у кого-то из наших участников либо там еще лучше чем у кого бы так не было и они вот собственно с этой задачей справляется это по таким регулярным поставщикам ну и наверное это большей степени относятся к таким а брендом что ли да а второе это объединять объемы закупок и уже размещать какие-то заказы на какой-то контрактной основе как это контрактное производство или это может быть какой-то импортный контракт который ни одна сеть как самостоятельно не потянет но вот все мы вместе можем это осилить еще одно это когда ты в центре видишь развитие категорий на разных рынках ты можешь подсказывать какая категория но профиль продаж например да какая категория у тебя не дотягивает например до того что достигли там коллеги в другом регионе или какие-то товары бенч маркера как как которые собственно являются причиной успеха этой категории у тебя они недостаточно развиты либо вовсе отсутствует вот такие вещи союз позволяет делать не потому что там он самый умный а потому что просто могут он научился собирать информацию переводить с языка каждого отдельного там товарного классификатора на общий классификатор и собственно показывать куда может развиваться категория с помощью каких товаров или а насколько вы интегрированы ну альянс региональных ритейлеров во первых он видит все наши продажи вот мы идем к тому что ну например что мы же сейчас каждая сеть отдельно вводим новые товары в свою товарную матрицу мы хотим сейчас достичь того что если одна сеть ввела этот товар и он попадает в общую базу данных другой сети уже не нужно будет его заводить он может просто пользоваться общем справочник товарную упрощение каких-то активностей упрощение каких-то операций не затрат каждого из участников потому что мы что-то можем делать в центре для всех и этим уже можно пользоваться там не тратя на это ресурсы и средства ну вот такой довольно сотрудничества я доволен сотрудничеством и большей степени я доволен не вот тем что я сейчас рассказала как раз вот той возможностью получать помощь получать возможность пользоваться опытом коллег в такой очень доверительный очень адресное очень конкретной помощь в тех или иных ситуаций вот это вот это очень важно это дороже всего на свете доступ к информации как показывает практика сейчас очень важная история вернемся к современным вызовом он такой получается пограничная сейчас будет вопрос в девятнадцатом вот я буквально на днях общалась с одним коллегой из кастом из под костром и они сейчас активно развивает формате скантер при этом 2012 году когда они там пытались его запускать у себя на регионе у них не пошел вот сейчас формате скантер пошел при этом еще в пандемии минуты с 20 20 21 году очень многие игроки занимались обновлением более такими красивыми магазинами за что чтобы магазины буквально переформатировались становились очень красивыми что сейчас вот является может уже немножко другим трендом да то есть надо ли было это делать то есть тот же магнит не секрет сейчас активно открывает как раз мою мою цену нежели просто магниты да вот как вы сейчас обновляете свои точки или вот только новые если открыли то никого новом формате окей видите ли вы сейчас амбиции не знаю открыть еще и дискаунтер и давайте об этом вот немножечко вашего и не подсказку с точки зрения того как мы работаем с действующими объектами есть так называемая полная реконструкция есть вторая там возможности мы его называем наведение базового порядка есть там третья возможность реконструкция стратегических зон стратегических товарных групп ну или там зон где они продаются оборудование и выкладка освещения и все вот эти как бы возможности мы используем для того чтобы магазин стал лучше чем был до того как мы собственно приступили к этой реновации мы это делаем достаточно интенсивно ну например мы говорим что раз в три года магазина нужно касаться то есть магазин нужно приходить смотреть на него и делать те или иные улучшения изменения потому что уже что-то мы там поняли как делать лучше уже появился какой-то новая модель оборудования или новый там способ выкладки и там более экономичный какой-то там не знаю холодильник более энергосберегающий или может быть освещение лучше поэтому где-то вот с такой регулярностью раз в три года мы к магазинам обращаемся вопрос в том что мы их делаем настолько красивыми что людям становится там страшно туда заходить что там какие-то очень дорогие магазины получается таких у меня лично наблюдение не сталкивался с тем что кто-то нам говорит прямо либо косвенно что ну вот теперь наверное вы стали более дорогие после того как стали более красивые поэтому не наблюдаю не наблюдаю стараемся изменить пространство таким образом чтобы было удобнее покупателю удобные товару удобнее сотрудникам удобнее поставщикам которые доставляют товар в магазин а дискаунтер истории пойдете нет дискаунтер был какой-то разговор достаточно давно где-то 8 на этом или 9 лет назад и он закончился тем что мы скорее вот как бы сказать про дискаунтер или мы скорее вот про такой магазин у дома где ну не то что на цену не обращают внимание но все-таки цена не является определяющей в выборе решений все будете создавать ценности сервисы которые не ради цены до это не значит что как бы цена как-то там где-то незначимая или на задворках как бы нашего внимания находится вовсе нет но все-таки ближе по сердцу формат такого магазина у дома нежели формат дискаунтера все-таки более какого-то холодного что ли с меньшим количеством сервиса с меньшим количеством выбора все-таки вот душевно нам ближе это просто нам ближе ну заменили себя же очень сложно поменять для вопроса о том что все-таки хочешь не хочешь а поэтому и есть магазин на текущий момент основатель до который конкретно это все таки думает и что-то при вот этот тоже селекция происходит что вы принимаете решение работу брать или нет вот мы уже заикнулись по поводу современных технологий но вот про тоже сказ самообслуживание во что еще верите с точки зрения необходимости для современных покупателя какие фишки обязательно из технологических современных технологий старайтесь довнедрить к себе для того чтобы соответствовать на ваш взгляд вот этом современному магазин строения это кстати говоря можно говорить и не только про то что видимо покупателю но видимо ну чтобы какие-то бизнес технологии которые в итоге помогают вашим коллегам работать более эффективно ну об одной истории наверное расскажу во что я верю и что я хотел бы донастроить я хотел бы донастроить так чтобы товар который человек покупает в магазине знакомил его с тем человеком который произвел или с теми людьми которые произвел или с той территории на которой он был произведен то есть чтобы за товаром была видна просто видна биография этого товара это вас картинка про фермеров да как это может быть по-разному можно какой-то там qr-код нацепить который будет пересылать в youtube где будет какая-то минутный ролик о том как где произведен такой товар или какие люди его сделали можно разместить на обратной стороне товара фотографию технолога который этот товар автор который его сочинил который его технологию состав утвердил можно по-разному это делать то что я видел того вплоть до того что вы кушаете рыбу там к это висит онлайн веб там камера с того хозяйства рыбного где собственно это растет живет этом в садках плавы есть разные способы но вот это желание соединить покупателя товара с тем человеком который этот товар сделал вот это то что я думаю мы будем донастраивать я в этот момент сразу вспоминается два разговора это основать с руководителем проекта калина малина когда мы общались а еще в этот же момент вспоминается разговор с ярославом шелером потому что они буквально ездят в поездке к своим поставщикам и записывают вместе с ними вот показывают где же это создается тот или иной продукт и даже в лес вместе ходят чтобы что-то собирать вместе прочувствовать себя в полной мере человек который производит данный товар то есть вы так в тренде но это вот единственная история или еще куда-то смотрится ну это то что называется вот близко лежала что еще можно сделать в какую сторону до настроить магазин ну мне напустим нравится когда это вкусвилл это делает когда ты выявляешься в своем магазине любителей какой-то категории например сыр кто-то любит и когда у тебя появляется какой-то новый вид сыра ты им даришь буквально какое-то количество этого сыра за то что они пишут честный отзыв о том что они понимают и ставят оценки какой-то вкус и тогда получается что ты включаешь покупателей формирование ассортимента в то что будет здесь оставаться или может быть то что нужно доработать или то что здесь по какой-то причине не приживется вот это интересная опять же это все вот на стыке да вот формирование вот этого продукта так как такового что вену появился в итоге вашем магазине про онлайн судя по вашему сайту есть у вас доставка только в бийске вообще это скажем так эхо пандемии или чуть раньше вы начали заниматься доставкой и вообще верите ли вы в эту историю вот на вашем регионе надо ли это раньше началось чем пандемия в пандемию это как-то вырастала но не приобрело каких-то более или менее значимых масштабов и объем вырастала за счет чего дети которые живут в других городах просили доставить товары своим родителям которые живут в городе забота то что было до пандемии продолжалось в пандемию может быть в большем чуть объеме это мамы которые с детьми которые не могут их оставить и они просят привезти товар третья категория это пенсионеры обычно которые живут в своем доме но в титан на территории города который получая пенсию знают сколько чего им надо не хотят ходить за этим в магазин им там вот на месяц буквально что-то там привозится и разгружается на его там его доме последняя категория очень смешная это люди которые выпивают не хотят выходить из дома и просят там что-нибудь привести но еще раз повторю вот какой-то большой объем это большого развития вот это вот история у нас не получает будете заниматься дальше или свернете это же все таки достаточно трудоемкая история держать этот сервис пока мы не видим какого-то растущего спроса или сколько-нибудь значимого спроса на такого рода услуги ну к скорее всего это в каком-то таком будет либо замороженном состоянии но развивать мы это пока не планируем будем потихонечку уже там к завершающим блоку вопросов переходить такие знаете общего характера может быть но очень бы хотелось именно все-таки человек который долго работает ритейля как вы можете оценить рынок ритейла россии в целом россии до насколько он отстающий обгоняющий вот ваше мнение как человека который вот столько лет занимается ритейлом смотря кого мы хотим обгонять отставать от кого отставать я могу сказать ну мы же начинали строить магазин по сути на осколках на развалинах советской торговли кооперативной в том числе торговли и это был момент когда магазин за решеткой это нормально потому что решетку убрать страшно и мы когда в девяносто восьмом открывали магазин самообслуживания это вообще был это такая отважный поступок потому что в тот момент нет у нас не было никогда охраны магазина потому что в тот момент и еще там какие-то года позже магазины за решеткой это было просто вот обычное состояние торговли поэтому если мы говорим про про то как мы сами к себе я думаю отрасли розничной торговли россии есть чем гордиться потому что вот этот так сказать путь который проделал начиная с начала 90 до сегодняшнего дня он потрясающий он потрясающий и это достойно уважение то что было сделано вот в отрасли розничной торговли насколько мы отстаем вот например того что я вижу в западной европе ну во первых очевидно мы отстаем ну я если свой чек сравню со средним чеком в западной европе а он там плюс-минус стабильно держится на уровне 21 22 евро просто статистика аналитика то мы там в четыре раза меньше ну я про свой регион говорю не говорю про москву вот это что могут себе позволять те ритейлер на том рынке с тем уровнем спроса может быть не можем позволять мы не потому что не умеем потому что ну вот а зачем нет нет тех людей до которые покупают с точки зрения технологий ну например с точки зрения там оплат я думаю наш ритейл заткнет еще за пояс потому что такое количество бесконтактных оплат то что вот такой короткий период время чем все появилось появилась на нашем рынке никакая страна не может многие кстати удивились как раз когда поехали другие регионы что оказывается нельзя так как у нас было поэтому я думаю что российской розницы есть чем гордиться очевидно и она отнюдь не вызывает у меня впечатление какой-то спящий какой-то там заторможенный какой-то такой вот стагнирующий засыпающий я говорю то есть у нас все время интересно да даже может быть кто-то и хотел бы заснуть но не получится просто столько событий вокруг что точно не получится вот и у меня я не знаю я когда смотрю на розницу российскую честно говоря у меня положительные впечатления от того что происходит как происходит как быстро происходит эти форматы и те скажем так уникальные магазины вкус вилл или там калина-малина в нашем регионе это очень уникальные вещи и они могут родиться только вот от какого-то очень идейного восприятия того дела которым я занимаюсь и вот когда столько именно идейно так сказать и проникнутых идеями людей занимается в отрасли но собственно она и демонстрирует я таких людей вижу и одни собственно и делают погоду на рынке мне это нравится какой вы руководитель как часто бываете в поле нужно ли вообще владельцу достаточно большого же бизнеса быть курсе всего или вы легко делегируете обязанности там не надо говорить или там надо говорить и то есть это не противопоставление надо быть в поле надо разговаривать с покупателем надо там видеть что происходит в магазине надо разговаривать с продавцом надо самому ходить вас узнают ваш персона в магазинах да конечно но это не исключает что мне могут сказать пройдите пожалуйста сюда вот у нас вот это вот тут отвалилась заявку месяц назад послали и ничего не происходит ну то есть со мной про все про всякое можно можно говорить про то что там сломалась и плохо и про то что там хорошо стресса от того что вы приехали в магазин люди не изменяют потому что как правильно сказать я там интересуюсь а не воспитывается я там больше такой вопрос а что тут а это что такое это почему ну понятно то есть я больше там вопрос такой я не такой так вот это суда здесь нет нет на одном из сайтов про вас написано зерри александрович считает что бизнес должен быть социально ответственным что для вас это что для вас это означает ну вообще город биск по своей истории он первая у него история город крепость петром основанный первым потом город купеческий торговля купцы чуицы ну а дальше там собственно уже промышленная такая история так вот мне посчастливилось разговаривать с борис хотминчем кадиков который больше 50 лет отработал биском проеведческом музее вот собственно он не историю биск преподавал на самом деле не преподавая просто рассказывает и очень простая мысль от людей нажившие люди людям отдать должен и вся история близких купцов она про это они много зарабатывали сильно много но они много делали первая электростанция была в биске они в барнауле пристань с которой там отправлялись училища которые открывались церковь это все как бы и в историях и в натуре есть это видно поэтому ну как бы это понятно и там бизнес должен быть социально ответственным это вообще не мои слова ну как бы они по природе как бы не такие должны быть они вот такие как купцами сказ 30 лет рулите бизнесом все равно вот мы сейчас наблюдаем различные ситуации слияние поглощение исчезают какие-то сети эти причины абсолютно разные бои в том числе и там мы говорили про нескучно да но еще какое-то время вот как вы видите в дальнейшем вот вашу сеть захотите ли вы отойти отдел как-то вы простраиваете сейчас вот сеть когда вас не станет вот в части управления это сеть вообще идея такая что организация она может и должна быть в своих разных частях и в целом самоуправляемой на это собственно ставка и если ну как бы какое-то решение приходится принимать мне у меня первый вопрос почему я его принимаю должен ли действительно я это решение принимать или она не было принято вот на каком-то уровне и это то на что я обращаю внимание и я стараюсь так устраивать работу чтобы у людей была возможность знания способности силы принимать те решения которые могут и должны приниматься могут в той команде на том уровне в том контуре управления где оно должно быть принято и поэтому мне счастье не приносит много там куда-то вмешиваться или много чем-то командовать или много где какие-то решения которые бы оставались за мной я к этому не стремлюсь скорее наоборот я стараюсь увидеть это и сделать так чтобы у людей появлялась такая возможность способность такие качества поэтому я себя потихоньку как бы как мне это кажется убираю из управления каждый день по чуть-чуть это не такое что вот там в какой-то день меня не будет каждый день должен что-то сделать чтобы вот организация сама научилась принимать решение по каким-то вопросам и справляться с какими-то вещами с которым ну почему-то сейчас не справляется это вот это вот так ну для меня как у меня это получается другой вопрос но по крайней мере я к этому стремлюсь и финальный вопрос какие дальнейшие планы на развитие вашей сети что думаете в горизонте 1 2 3 5 лет а может больше в следующем году как минимум надо отметить юбилей до следующем году надо отметить юбилей а вот отмечание юбилеев кстати говоря предыдущий был 25 лет это начало ответа на ваш вопрос мы взяли вот так вот стена у нас повезло у нас такой большой конференц-зал не такой огромный конечно как здесь но все-таки и мы разделили стену на 25 лет и в каждом ну собственно вот фрагменте повесили все эти публикации там внутренние наши какие-то или внешние все эти события которые в этот год приз происходили мы пригласили сотрудников которые работают и которые работали в то время они садились напротив этой стены наливали чай давали там какой-то там перекусить покушать и они сидели разговаривали вспоминали что-то там дописывали и вот это вся как история когда на стене была оформлена мы задали себе вопрос ну и как вот это вот теперь можно перевернуть и что будет дальше был в такой у нас процесс поэтому вот этот хороший повод там подготавливайся мы уже как бы там это понимаем что подготавливаться надо к 30-летию компании ну видимо учитывая вот эти последние два-три года которые очень сильно опять же трансформировали компанию видимо еще раз оглянемся на себя ну и зададимся вопросом ну и что дальше и куда дальше и какие у нас ориентиры поэтому на этот вопрос я буду отвечать в течение этого года и к следующей нашей встрече скорее всего смогу это сформулировать более определенно но то что касается текущего дня там заботы хлопот хватает но еще раз связаны вот с текущими событиями которые очень сильно как бы меняют все твои планы на то что нужно делать сейчас то есть она как бы реальность предопределяет куда тебе надо двигаться в большей степени чем то что ты может быть там себе запланировал можно еще один наверное все-таки финальный вопрос мы практически со всеми с нашими спикерами старались еще задать такой вопрос касаемо если сейчас возможность можно ли открывать новые розничные сети если место сейчас для новых различных сетей потому что когда я там разговариваю иногда умыть уже все возможности закончились и так весь рынок уже занят ваше мнение можно ли сейчас зарабатывать создавая развивая новые розничные сети сложный вопрос у меня как бы на него ответа нет очевидного но просто хотя бы потому что я пока не вижу каких-то примеров для себя до из которых вот я бы мог сказать да можно потому что вот вот так есть я думаю что это может быть какой-то другой формат розничной торговли но вот очень сильно развивалась доставка это конечно не новая розничная сеть но это новый способ обслуживание покупателей товарами повседневного спроса вот может быть какие-то такие варианты то есть не каменные магазины скажем так вот такой способ наверное но именно вот как физически да что я не наблюдаю я не вижу каких-то примеров из которых я могу сказать да это возможно свое мнение что ваше мнение если резюмировать а именно вот как находить какие-то новые способы удовлетворения там вот той задачи которая все время стоит перед покупателем быть обслуженным там получить какой-то товар но никак не новую сеть подобную тому что уже сейчас есть услышал ну что ж коллеги еще один разговор еще один разговор с основателем сети который позволяет достаточно глубоко и много понять как строить сейчас современный ритейл в данном случае в регионе алтайский край республика алтай и новосибирская область да спасибо большое юрий за то что вы так достаточно обстоятельно и много интересного ответили точно нам нужно будет еще чтобы завершить наш вот ответ вернее получить ответ на этом этот момент уже будет еще о чем поговорить спасибо всем что смотрели сейчас очередной эфир по хэштег экспедиция ритейл ru экспедиция ритейл и ритейл экспедиция вы сможете найти все материалы которые мы делаем данном проекте уверена что у нас будет продолжение и соответственно изучайте следите за сайтом ритл точка ру читайте подписывайтесь надеюсь что будем регулярно встречаться всего доброго